Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, три продукта, которые наносят вред вашему сердцу, вашим сосудам и вашей сердечно-сосудистой системе. Сегодня мы поговорим всего о трёх продуктах, которые вам нужно раз и навсегда исключить из своего рациона. Поэтому я вам крайне рекомендую посмотреть это видео, потому что действительно эти продукты многие из вас любят, употребляют практически ежедневно в пищу. Для того, чтобы предотвратить серьёзную катастрофу, давайте всё-таки разберёмся, от чего же вам 100% необходимо отказаться. Друзья мои, если у вас есть вопросы, вы хотите разобрать тему, которая вас интересует, обязательно пишите мне в комментариях, и в следующих видео мы обязательно эту тему с вами разберём. Также, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться и обязательно делить ваше мнение под видео, для меня это крайне важно. Ну что, давайте начнём. Сердце действительно очень важный орган, и вы прекрасно знаете, что если есть определённый перебой в работе сердца, то практически нарушаются процессы во всём организме. Это и проблемы с сосудами, это и повышенное артериальное давление, и, конечно же, все органы на это начинают очень негативно реагировать. Поэтому, но мы сами своим питанием, своим образом жизни ещё больше утяжеляем жизнь и работу нашему сердцу. Так вот, действительно доказаны продукты, от которых нам с вами необходимо избавиться. И это не какой-то огромный список, это не какой-то огромный перечень, то есть всего три пункта. И я вас крайне прошу вот прям там с сегодняшнего, завтрашнего дня от них отказаться, и вы увидите на своём здоровье, на своей коже просто потрясающий эффект. Первое, от чего стоит отказаться, это кондитерские изделия. Да-да, друзья, все любимые ваши печененки, шоколадки, тортики, пирожные. Для меня это тоже было очень сложно, но, поверьте, сложно только первые недели. Когда вы полностью их исключаете из своей жизни, или хотя бы сводите к минимуму, то есть, ну там долечку шоколадки раз в две недельки съесть, а не так, что каждый день, каждый день пирожные, пирожные, тортики, конфетки. Я знаю, что вы это всё любите. Я это тоже, безусловно, очень одно время любила. И действительно, как только я от этого отказалась, я вижу потрясающий эффект даже по коже, потому что лучше становится кожа, меньше высыпаний, меньше воспалений, и вообще, да, в целом тургор ткани гораздо лучше. Чем же и для сосудов, безусловно, потому что в кондитерских изделиях содержится огромное количество сахара. Да, просто огромнейшее количество. То есть, это проблемы с сосудами. То есть, это атеросклероз, и далее это тромбозы и разные коронарные болезни. Да, то есть, действительно, проблема очень серьёзная. Соответственно, также в кондитерских изделиях содержится огромное количество трансжиров. Особенно все ваши любимые, там, какие-нибудь крема, капкейки, да, вот с этими вот кремами. А мы с вами говорили, что трансжиры действительно очень негативно сказываются на нашем сердце и вообще на всём наше здоровье. Да, очень высокий риск инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний. Весь мир уже борется с использованием трансжиров. То есть, это когда-то дойдёт до нас, но пока не дошло. И не так давно была история с очень одним известной швейцарской фирмой, которая изготавливает шоколад, да, и поставляет её в Россию, якобы швейцарский шоколад. Что в Швейцарии это один состав и одно качество, и в Европе, да, в Европе, а, соответственно, у нас это всё совершенно по-другому. То есть, намного хуже с содержанием трансжиров. Поэтому трансжиры содержатся практически везде. И они вот как раз вызывают и онкологические различные проблемы, и воспаление, и лишний вес, и диабеты, и всё вот это вот пошло по кругу, да. Соответственно, кондитерские изделия исключаем. На втором месте стоит газировка. Знаю, что многие очень любят, друзья мои, это бич, это привыкание. Вы, по сути, пьёте огромную дозу сахара, вы пьёте сироп, очень сладкий, очень приторный. В одном стакане вашей газировки, да, или вот в этой банке, там содержится больше половины сахара. То есть, вы представляете, насколько вы наносите вред своему здоровью. Особенно, если пьют дети, особенно, если пьют люди, у которых уже есть проблемы с давлением, с сосудами, с сердцем, да. То есть, это огромный урон, плюс вы ещё и желудочно-кишечный тракт себе этим тоже очень сильно портите, да. То есть, наносите очень большой вред. Поэтому я вам крайне рекомендую газировку в любом виде, сладкую, да. Я не говорю про минеральную газированную воду, которая показана и при лечении желудочно-кишечных заболеваний, а именно сладкие газированные напитки исключаем. Дальше. Колбасные изделия, полуфабрикаты. Это ещё одно зло для нас. Содержит огромное количество соли. Содержит огромное количество тех же самых трансжиров, которые мы уже с вами сегодня про них говорили. Действительно, мы всё говорим сахар, соль, да. И вы скажете, да я и не ем сахар-то, и соли-то я вообще не ем. А если начинаем разбираться, а сколько скрытого сахара и соли вы едите? А едите ли вы колбасу? Съели кусочек колбасы? Вот вам уже норма натрия в день. Это уже переизбыток соли в вашем организме. Поэтому, друзья мои, всё-таки от этого стоит избавляться. Хотите мясо, купите какой-то мясной продукт, да, курицу, мясо, там, я не знаю, язык, субпродукты, да. Сварите, там, потушите и, пожалуйста, ешьте. Но это должна быть не колбаса, не сосиски, не котлеты покупные. Потому что, действительно, в целом, уже доказано, это очень сильно влияет на ваши сосуды. Поэтому я вам крайне рекомендую от этого избавляться. И вы увидите потрясающий эффект, просто потрясающий эффект в целом для своего здоровья. Друзья мои, мне очень интересно знать ваше мнение. Может, кто-то уже отказался от этих продуктов или от какого-то продукта. Как вы себя чувствуете? Стало ли у вас больше энергии? Стало ли у вас больше сил? Обязательно пишите мне в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю огромного здоровья, чтобы ваше сердце вас никогда не беспокоило по плохим поводам. Всем пока-пока и до новых встреч!